Так, мы продолжаем о жертвоприношении сегодня, будем говорить о жертвоприношении, о служении священника, так, и потом у нас останется немножко поговорить о втором храме, первом, втором храме, Соломона храме, храме Ирода и о синагоге. И если будет еще время, мы можем и поговорить немножко о православных храмах. Хорошо. Итак, мы остановились на различных видах жертвы, да, и мы говорили, что является жертвой и что не является жертвой. Да, и мы говорили, что есть жертва как обязательная, да, есть жертва добровольная, и есть различные виды жертвы, которые приближают нас к Богу, жертва за грех, жертва повинности и так далее. Вот, я вчера вам точно не сказал, но мы будем говорить более подробно, когда мы все эти виды жертв, пять видов жертв, основных разберем. Ну, естественно, есть много еще жертв. Есть, например, жертва женщины для очищения, да, есть жертва прокаженного и так далее. То есть, в действительности, видов жертв больше, чем пять. Ну, если вы будете пять знать, это уже тоже хорошо. Так? Значит, в русском языке слово жертва, видите, от слова жрать или жарить. Да? Вот, жарить, ярко, ярить, жарить, жрать. То есть, жрец – это тот, который жрет жертву, то есть жрун, либо тот, кто жарит эту жертву. Поэтому называется жрец. В иврите совершенно другое слово – коген. И коген означает от когала, да? Когал – это что? Община, мы говорили. Коген – это тот, кто представляет перед Богом всю общину, кто служит перед Богом от имени всей общины. То есть, я говорю, я изучаю разные языки, мне вот интересно знать логику каждого языка. А жертву мы говорили от слова завах, что означает истечение, кровь, мы уже об этом говорили. И видите, завах, если мы переставим буквы, что у нас получится? Агава. Агава, да? Агава – это что такое? Это любовь, да? И в иврите любовь, она какая? Жертвенная, да? Если любовь не жертвенная, то это не есть любовь. Это есть страсть. Вот это, если кто-то, что-то кому-то нравится, это уже другие. Синоним Агава – любовь. От слова Агава происходит греческое какое слово? Агапе, да? Агапе. Вот. И мы в 13 главе 1-го послания Коринфянам знаем формулу любви. Помните, был такой фильм «Формула любви»? Формула любви, если вы знаете, 1-я Коринфянам, 13-я глава, с 4-го по 8-й стих. Я вам подробно говорить не буду. И третье, значит, что связано с жертвой, мы говорили, это карбан. Карбан – приближение. Да? Слово карав означает приближаться, приходить, быть приведенным. И также соединяться. Видите, родственники, как мы говорим, кровные родственники, да? Кровей мишпаха, буквально. Ближние. Ближние семьи. Кровей мишпаха. В русском оно пришло как кровь, да? Кровные родственники. Но это в действительности калька с ивритом. Кровей мишпаха. То есть карбан – приближаться. Мы знаем, что грех отделил Бога и человека, да? И наша греховная природа такова, мы говорили, что вы все шизофреники, да? Вот. Я говорю, что все люди рождаются психически ненормальными. Вот. Ну, всех я имею в виду от имени всего человечества. Я не говорю, что… Но, слушайте меня внимательно, не перебивайте. Когда человек приходит к Ишио, да, эта греховная природа уходит, да? Потому что он забирает на себя карбан. Жертва – это греховная природа. Благодаря этому мы можем приблизиться к Богу. То же самое происходило с евреем, который приносил жертву всесожжения, да? Священник для того, чтобы приблизиться к Богу, войти в святой святых, Он приносил не только жертву за грех, но и жертву всесожжения. Почему? Чтобы покрыть эту греховную природу. Но мы говорили, что карбан – это не есть, да, вот это Аллах. Жертва за грех. Жертва за грех – хатат. Это уже другое. Почему же нужны и одна, и другая жертва? И они отличаются друг от друга. Потому что тоже происходит с нами тот же путь, как с евреями. Евреи вышли из Египта, да? Но 40 лет Бог по каплю выдавливал Египет из евреев. И что мы видим в результате? Были ли евреи спасены? Да. Евреи вышли из Египта. Я думаю, что в основной своей массе все те, которые вышли из Египта, оказались в Царстве Божьем. Иначе Бог не прав. Моисеев говорил, как-то вышел, вывел для того, чтобы всех погубить. Когда Бог выводил евреев из Египта, он знал, что они согрешатся с Золотым Чельцом? Правда? Он знал. Вот. Я думаю, что кто не вошли в Царство Божье? Скорее всего, те, кто не покаялись после греха с Золотым Чельцом. И то мы видим пример того, что Аарон вошел-таки в Царство Божье, да? Но в землю Израиля никто из них не вошел. За исключением двух человек, да? Видите, Калев и Навин. Даже Моисей не вошел в землю Магитарной. Но мы не сомневаемся, что Моисей имел спасение. Правда? Да. Я думаю, что точно Моисей имел спасение. И очень многие, и Аарон, и так далее. Возможно, только в тени попали в Царство, которые совершили грех Золотого Чельца и не покаялись. И также вот эти ребята, которые с Кореем провалились в преисподнюю. Возможно. Я говорю, Бог милостив, я не могу точно вам сказать, вот этот человек спасется или не спасется. Но они, я еще раз говорю, не в ад проводились, а в Шеол. А из Шеола еще есть возможность выхода. Правда? Да. Да. Да, милости. То есть, да. То есть, мы говорили, видите, и получается так, что за нас принесена жертва совершенная, так? Но мы должны тоже что-то жертвовать, свою плоть, распинать, да, на кресте. То есть, это есть момент и есть процесс. Многие очень на этом спотыкаются и попадают после этого, я думаю, в нехорошие места. Вот, потому что они думают, я уже спасен, да, и больше мне ничего не нужно. Да, что бы ни было, я буду спасен. Но спасение – это процесс. Потому что совершайте спасение. Вот, и опять-таки, если мы смотрим, вот я смотрю, в чем, видите, конфликт между православием и протестантизмом, например, Осипов. Он говорит, что протестанты говорят, что не нужно ничего стремиться. Вот, делать, так сказать, свои похоти удалять и так далее. Но я вам скажу, это говорят неумные протестанты. Вы сами понимаете, что когда делал свои тезисы Мартин Лютер, Мартин Лютер, да, по-украински или по-белорусски, да, Мартин Лютер, вот, так он, эти тезисы были полемические, полемические, вы понимаете. Просто тогда был уклон в одну сторону, да, потом детская болезнь ливизны в коммунизм, а потом все, Бог выправляет. И вот сейчас Бог делает в церкви восстановление еврейского понимания. И вот эти еврейские, некоторые говорят, что царство Божие там силой берется, это значит, там что-то кто-то захватывает. Царство Божие у нас, ну, в действительности, в царство Божие, чтобы проникнуть, надо иметь какие-то определенные усилия. Без Ешова мы туда не пройдем, да? Но можно быть с Ешовой и оказаться за бортом жизни. Да, и тоже не пройти, это страшно, да? Если мы что-то получили и потеряем. Поэтому усилия действительно применять надо. И вот эти усилия, это сравнивается с ежедневной жертвой на кресте, да? Берем свой крест, ни чей-то, ни соседа, и распинаем свою плоть. Опять-таки, ни жены своей, ни брата, ни соседа. Ну, вы знаете, как мы хорошо все видим недостатки друг друга, да? Как мы все видим недостатки друг друга? Ужас. А своей мы не видим. Вообще, я вам скажу, что если бы мы, вот, все наши мысли, и они слух были бы, вот, мы слышали мысли, то мы бы поубивали тут друг друга. Да, это милость Божья, что такое происходит. Это мы спасенные люди. Вот. Будем объективны, будем объективны. Потому что теология теологии, а практика практикой. И если что-то происходит, значит, виновата в этом не практика, а теология. Правда? Поэтому есть жертва, карбан приближающая нас к Господу, загрекованную нашу природу, но надо постоянно приносить еще жертвы. И все эти жертвы, они связаны с Ешуа Мессией. Теперь мы разберем в историческом плане жертвоприношения. Значит, жертвоприношение в историческом плане. Самое первое жертвоприношение было где? В Ган-Эден, да? В Ган-Эден. И смотрите, что же там произошло? Мы говорим, змей был самый хитрый из всех зверей полевых, да? Ну, мы говорили, что слово Нахаш, змей, это не только к биологической природе змея. Возможно, это и был змей. Скорее всего, это какой-то был динозавр с лапами. Потом лапы отвалились. Да? Помните? Но если это даже и был динозавр или змей, то кто в него вселился? Определенная личность, да? Вот. Поэтому, видите, змей Нахаш, им еще раз напоминаю, что слово Нахаш означает шептать, шипеть, ворожить и гадать. То есть, конечно, это был дух зла. Да. Ну, мы уже, по-моему, писали об этом. Ну, еще раз, да. Нахаш, да? Нахаш. Помните, Нахаш, нехошит, змей, да? Нахаш, змей, да. Вот. Итак, что змей нашептывал, да? Нашептывал. Это такой тихий голосочек внутри нас. Так что, у нас у каждого тоже есть такой голосочек, да? Который нашептывает нам кое-что. И в Иезекииле, 28 главе, сказано, что он был херувимом. Херувим, опять-таки, видите, это кто? Ангел власти. Ангел власти, который должен был разделять добро и зло. Святое и будничное. Для этого у него был обоюдо-оборачивающий меч, да? Материальное и духовное. И этот ангел, который должен был ограждать, да? А что с ним случилось? Он наоборот. Да, он сам поднял пунт, да? Он сам поднял буд. Он находился среди прекрасных огненных камней. Ну, я так думаю, что это просто описание цвета музыки. Нечто вроде дискотеки. С лазерами и так далее. Вот. Бог наделил его красотой. Если в чёрт с рогами, это, знаете, так, как его изображают священники, вот эти католические и так далее. Но это старая традиция просто, изображение. Но если он является, он является как ангел света, да? Поэтому вот символ мужской красоты – Аполлон. Да, вот это и есть видимый образ вот этого личности. Аполлон. Апеллес от слова. Обжигающий. Обжигающий. И он говорил, я, Бог, высяду на свидалище Божьем в сердце Марии. Это из Езекииля, 28 глава. Он поставил свой ум наравне с умом Божьим. Видите, интересно? Его задача была разделять добро и зло. Да? И он разделил добро и зло в человеке. Разделил вот своим, так сказать, ложью, как духовным мечом. Он разорвал человеческую личность. Поэтому мы говорили, есть у нас доброе начало. Как оно называется? Иеце-тоф, иеце-ра. И злое начало. И они постоянно воюют в человеке. Доброе начало пытается что-то делать. Злое начало ему мешает. Да? Когда злое начало начинает что-то делать, доброе ему мешает. И постоянно человек сомневается. И постоянно он огорчается. И постоянно его мучает совесть. То есть, вот это и есть процесс познания добра и зла. Это не значит, что Адам был совершенно тупой. Что-то не знал, что такое добро и зло. Он полностью доверялся Богу. Бог распознавал добро и зло. Да? А потом сказал, Адам станет как один из нас. Кого живет, да, знающий добро и зло? Бог знал добро и зло. И по своей задаче, по своей функции, как херувим, который должен был мечом разделять добро и зло, знал добро и зло сатан. Но для человека это не было предназначено. Человек должен был находиться только в добре Божьем. Да? И он познал добро и зло. И более того, человек сам своей личностью начинает говорить, что такое добро, а что такое зло. Он не верит Богу, он дает сам обретеление. Вы знаете, что в индуистской религии вот нет понятия добра и зла. Все, что делает человек, это хорошо. В буддизме есть такое понятие, есть там колесница. Помните, золотая, серебряная, алмазная колесница. Алмазная колесница – это служение злу, дьяволу, по сути дела, которая в конечном счете дает добро. Белая и черная магия. Видите? И это все вошло в человеческое сознание. Это было нормально? Это было ненормально. Бог для этого не предусмотрел человека, да? Человек должен был царствовать на земле, у него была функция, он должен был общаться с Богом. Человек сам стал маленьким Богом. В каждом из нас есть маленький божок, который сидит на своем троне. Да? И каждый из нас Богу дает больше или меньше места. И греческая философия, она говорит, что мирилом всему является человек. Вот. И для одних народов, для одних культур, допустим, убивать стариков – это нормальное явление. Ну, мы знаем во многих народах. Даже были народы, которые поедали своих стариков. И людоедство – это нормальное явление. И если мы какому-то людоеду скажем, вот, товарищ, кушать нельзя человечину. Вот, нельзя скушать своего межевого папочку. Он скажет, а что, он будет гонить в земле? Лучше я его съем. Его дух перейдет в меня. Да? У него своя этика есть. И откуда мы можем знать, что наша этика лучше, чем его этика? Если человек мирил и всего. Есть определенные нормы, которые установил Бог. Если Бог мирил и всего, то мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Откуда мы это знаем? Потому что есть конкретное слово Божие. Мы его называем Тора. То есть, то, что написано в Торе. И Бог четко указывает, что есть добро и что есть зло. Но для человека гомосексуализм – нормальное явление. Да, есть культуры, которые занимаются этим и так далее. И мы видим, что то, что раньше преследовалось, это сейчас является нормой для всех. То, что сейчас является нормой для всех, оно уже постепенно становится нормой для верующих. Вот это, когда нарушено различение добра и зла, да? Из чего все это началось, видите? Еще, вот интересно, именно сатан мы уже говорили, да? Сатан – противодействующий, противостоящий, на суде враг, а также обвинитель. Греческое слово диаболос происходит от еврейского слова диба – клевета. Отсюда злой дух, овладевающий человеком, и небес называется дибук. Вот, и еще так же определяет, да? Отец лжи. Ав-ты-ба, да? Клеветник, клеветник. Да. И второе греческое слово, которое используется – категорос. Категорос – это обвинитель, прокурор. Итак, первое – диабол, от слова диба – клевета, да? Дибук – клеветник, да? И что получается следующее – категорос – прокурор. Прокурор. И действительно, есть место в Писании, где говорится, что он обвиняет сыну, да? Он и есть прокурор. И слово, видите, категорически очень интересно. То есть категорически означает прокурорский. Прокурор не говорит, ну, господа присяжные и заседатели, мы тут поразмышляем, скорее всего, этот человек виновен в убийстве. Если не будет других возражений, мы его повесим. Так говорит прокурор. Правда? Этот человек, безусловно, виновен. И он должен быть наказан самым суровым образом. Все, категорически. И если мы видим Бог, и совесть наша, и дух, который живет в нас, они что, судят человека? То функция дьявола, он что делает? Осуждает человека. Он уже сразу выносит приговор, и все в порядке. И все началось с сомнений. Афки Амар Эллахим. Лото Ахлу Миколь Эцган. Афки Амар Эллахим. Верно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду? Вот это слово Афки Амар. Эллахим можно перевести по-разному. Может быть, это вопросительная интонация, тогда любопытство. Ну, не знаю, но верно ли сказал Бог, да? Либо, это скорее как риторический вопрос, так переводит Анкелос. Анкелос – это комментатор еврейский, живший в первом веке нашей эры. Неужто сказал Бог? То есть здесь уже пренебрежение, насмешка, то есть в смысле, если даже и сказал так Бог, ну и что с того, да? И змей был хитрее всех земных животных, созданных Богом всесильным, и сказал он женщине. Хотя и сказал Всевышний, не ешьте плодов от всех деревьев в садах. Вот так переводит Анкелос, например. Хотя и сказал Всевышний, можете записать, да, верно ли сказал Бог, но можно сказать, хотя и сказал Всевышний, не ешьте плодов от всех деревьев в садах. Ну, дальше вы помните, что произошло. Ответила женщина змею, плоды всех деревьев в садах мы едим, но о плодах дерева, что посредине сада, сказал Всесилий, не ешьте его плодов, не прикасайтесь к нему, вдруг умрете. И сказал змей женщине, умереть вы не умрете. Вдруг вы умрете, да? В русской Библии в тот же день умрете, да? Смотрите, Мот-Та-Мот. Вот помните, как там усиливающее действие мы говорили, когда с кубком что-то делал Йосиф, да? Или мы говорим слухом, слышать, да? Криком кричать, отсюда Мот, Мот, Та-А-Мот. Та-А-Мот. Да? Мот-Та-Мот. Нет, Алиф, по-моему, нет. Мот-Та-Мот просто. Посмотрите, как там в оригинале. Итак, Мот-Та-Мот – это что? Смертью умрешь. Вот знаете, еврейская игра популярная, ну, говорят, ее придумали индусы, но я так думаю, что ее придумали евреи, жившие в Индии. Как она называется? Царь умер. Как переводится? Шах-Мот, да? Шах-Царь, Мот-Умер. Мот-Та-Мот. Значит, смертью умрешь буквально. Это усилительное. Поэтому некоторые говорят, тот же день смертью умрешь, да? Вот. Или смертью будешь умирать. Смертью будешь умирать. Да? Вот. Дайте мне, пожалуйста, вторую книгу вот там. Держите, я точно посмотрю. Там нет маленького такая, маленького формата. Так. О. Найдите мне. Текст. Сейчас я посмотрю точно, как она пишется. Это, значит, да. Третья глава, третий стих. Мот-Та-Мот. То есть, смертью умрешь, или в тот же день есть перевод, или станете смертными. Поэтому мы знаем, что Адам в тот же день не умер. Правда? И вроде бы и не сбылось это пророчество. Или это предсказание Бога, да? Но в действительности он стал смертным. Он стал умирать. Нечто от мертвого поселилось в нем. Дошли? Так, давайте меня сюда. Так. Хорошо. Второй главе, да? Третий, третий. Третий, третий. Да. Значит, Ахель. Так. Нипней. Эц. Гаган. Так. Хорошо. Третьей главе. И там сказано, значит, что? Ахель. Да. Второй главе у нас. У нас их первое, основное, правило, отмешивание. Да. Пусть, что смерть умер. Хорошо. Смерть. Мод. Тамод. Без айн. Да? Мод. Мод идет славом. Ага. Мод. Мод славом. А тамод правильный. Ага. Правильный. Чести. Значит, мод. Еще раз. Я хочу, чтобы точно было. Мод. Тамод. Значит, мод – это смерть, да? Тамод – смертью умрешь. Смертью умрешь. Либо станешь смертным, то есть, либо будешь умирать. Смертью будешь умирать. Поэтому есть много разных вариантов перевода. И станешь смертным. Или здесь неприкасательность, вдруг умрете. И сказал змей-женщине, умереть вы не умрете. Ведь знает всесильный, что в день, когда вы кустите от плодов его, раскроются ваши глаза, и вы станете подобными всесильному, знающим добро и зло. Буквально всесильным, знающим добро и зло написано. И увидела женщина, что плоды дерева превосходны для пищи, вожделенны для глаз. И прислительно это дерево для ума. И взяла плодов его и поела. И дала также мужа своему, который с ней. И он тоже поел. И глаза у них открылись. И оказалось, что они какие? Голенькие, да? Голенькие. Голенькие. Там употреблено слово арум. Арум. И когда говорится, что змей был самым хитрым из всех животных на земле, тоже употреблено слово арум. Арум. Итак, змей какой был? Арум, да? Человек приобрел какую природу? Арум. Тоже стал. Да, тоже стал ногой. Вначале они были ноги и не стыдились. Там тоже слово арум. Затем он увидел, что он голый. Вот есть выражение, голь на выдумке хитра. Это есть, да? А? Черезая. Ага, черезая. Молодцы. Спасибо. Через айн. Так, арум. Арум. Хорошо. Итак, арум был змей, и арум голый стал человек. И видите, были big day or. Одежда, да? Big day одежда. Были одежды света, как говорят, и стали одежды кожаные. Одежды света, слова здесь нет, это еврейский комментарий. Но после того, как пох и Адам встретились, да? Ответил человек, голос твой услыхал я в саду, испугался, потому что я нах и спрятался. Эйрум голый, обнаженный. Так? И стал голым, человек научился хитрить и обманывать. И Медраж Шир Гаширим Раба говорит, страх перед наказанием ведет бедству от ответственности и с проявлением спрятаться от того, кто привлекает к ответу. Но единственный, кто мог одеть Адама, да, это кто был? Бог. И вот эти все листочки, которыми он прикрывался, это символизирует всю нашу праведность и все, что мы делаем. И третья глава, 21 стих. «И сделал Бог всесильный человеку и его жене одежды кожаные, и одел их». Значит, «ор», вот такое «ор» – это свет, а такое «ор» – это кожа. «Ор» – это свет, да, а такое «ор» – это кожа. Поэтому первые дубленки изобрел Бог, да, и кожанки тоже, когда он одевал Адама. Хорошо. Здесь нет прямого, прямого такого понимания, как же получилось, Бог, что, сошел с неба и взял нож, зарезал животное, содрал кожу. Либо Бог сказал, да будут у них одежды кожаные. Бац, и появились одежды кожаные, да? Но я все-таки думаю, что здесь была какая-то личность, которая совершила жертву. А какая личность, это опять-таки мое размышление, какая личность Бога может общаться с человеком вот так напрямую? И что, да? Я думаю, что это был тот, кто, говорят, значит, ангел лица Господня, да? Мы слово «ангел» не понимаем в данном случае, как биологическое существо ангел с крылышками, да? А посланник лица Господня, представитель Бога, Ишуа, Мессия, да? Вот, тогда он был просто та личность, которая может действительно совершить жертву, да? Ни Адам, ни Ева не знали, как резать животное, ни Адам, ни Ева не знали, как шить одежды, да? И я не думаю, что просто вот так Бог сказал «раз» и появились одежды. Для того, чтобы сделились одежды кожаные, значит, кого-то эту кожу надо содрать, правда? Поэтому есть выражение «драть с из-за шкуры». А что же сделали с этим животным после того, как оно умерло? Я думаю, что более логически было его сжечь. То есть, это было первое жертвоприношение, да? И на что оно напоминает у нас? На жертву всесожжения. Так как природа человека изменилась, да? То Бог показал Адаму, как можно совершить жертвоприношение и изменить природу. Но как вы думаете, изменилась природа Адама после этого? Нет, потому что жертва животного, она не изменяет природу человека. Это как симптоматическое лечение, да? Есть радикальное лечение. Взять и вылечить таких человек. А если вот тебе от головы, вот тебе от живота, ага, вот это болит, вот это тебе и пей, да? А в действительности у человека опухоль какая-то. Его надо ложить на стол и радикально резать. Не всегда, когда болит голова, можно выпить аналгин, и у тебя все в порядке. Правда? То есть есть радикальное, есть симптоматическое лечение. И кожи эти покрыли. Покрыли, а глагол покрывать, как мы говорим? Капора, да? Капора, покрывать. Были покрытием греха. И помните, было еще обетование, что некто из семени жены будет поражать дьяволу голову. Дальше, каин и авель. Каин, помните, означает приобретение, от слова кана, приобретать. А авель означает пар. Или от слова дуть, аваль. Аваль. Дыхание, пар, да? Есть такой банк, аваль. Напрасно, зря. Потому что он не оставил потомство, авель. И дальше мы видим. Спустя некоторое время, 4 главе, 3 стих. Каин принес от плодов земли дар Господу, авель тоже принес от первородного стада своего. И от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина не презрел. Итак, какой же принес он жертвоприношение? Как вы думаете? Какое? Вот смотрите. Некоторые говорят, что один принес там свои бананы, фрукты и так далее, а другой принес животных. Да? Но здесь говорится о жертвоприношении. Здесь определено слово минха. Да, минха, минха, слово того же корня, как минуха, означает, пишите, дар, подарок, дань, приношение или жертва без крови. Потому что в книге левит словом минха определяется хлебный дар. Так, если говорить по букве закона, кто поступил правильно? Каин. Каин. Почему же Бог не презрел, то есть не обратил внимания на подарок Каина? Есть еще, в такой момент подчеркивается, видите, один принес от плодов. Непонятно от каких плодов. От хороших, от плохих, от первых, от последних. Может, как на базаре там те, что арбузы остались уже, и никто этих не покупает, он преподнес. Да? Мы не знаем. А Авель что принес? Первородное. Первородное это что? Лучшее. Поэтому Авель, сказав, принес от первородных стата своего. И от тука, то есть жира их. И пожертвовал самых лучших, значит, упитанных агнцев. И еще говорят о положении сердца. Какое было положение сердца у Каина перед Богом, и какое было положение сердца у Авеля. Хорошо. Каин, дальше говорится, сильно огорчился и поникло его лицо. Значит, первый смысл этих слов говорит о тяжелом внутреннем состоянии, который отличается на лице человека. Но тоже еще поникшее лицо означает обращение к низшим силам. Значит, да, поникшее лицо, поникло лицо, еще в переносном смысле, в таком менталитете еврейском, означает обращение к низшим силам. В мифологии всех народов есть представление о том, что есть благие силы духовного мира, которые находятся наверху, и к ним надо подходить, подняв лицо вверх, да? И, совершая жертвопридашение подземным силам, держали как лицо вниз, да? Поэтому поникло лицо его. И сказал Господь Каин, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делать доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброе, то у дверей грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Слово «у дверей» – это не значит, что какой-то грех, и он лежит у дверей. Помните, как «и у ворот» не всегда означает слово «у ворот». Ну, прежде всего, дверь – это то, что открывает дорогу, да? Вот. Если, допустим, меня ограбили, то вы знаете, что я сам открыл грабительную дверь. Вот так взял и открыл. А если бы не открыл, может, они и стали бы ломать дверь, а может, и не стали бы. Кто знает, да? Понимаете? А я что сделал? Сам открыл дверь. Это вход. Это можно то, что открыть и закрыть. У дверей, значит, ты можешь открыть. И что говорит о двери? Что? Стою и стучу, да? Видите, и в решении того человека, который находится внутри, открыть или не открыть дверь. Если ты не откроешь дверь духовным силам, никакие духовные силы над тобой не будут властны. Ни добрые, ни хорошие. Просто злые будут стремиться сломать эту дверь, да? А Ешуа стоит у двери и стучит. Ну, еще слово «у двери» означает вот-вот, вот сейчас. Вот как русское выражение – не за горами. Да? Знаете, что коммунизм не за горами. А Грузия говорит, а у нас что, коммунизма не будет? Да? Все, если употреблено, лежит. И здесь употреблено глагол «равац». «Равац» – лежать. Глагол «равац» – лежать. Лежать. Вот очень интересно, я размышляю. Одесситы, видите, говорят, мы ложим детей спать, да? Надо ложить детей спать. Русские говорят «класть детей спать». Я не понимаю логики этого. Класть можно нечто неодушевленное. Поклажа, да? Покласть я могу, допустим, какое-то дрова я могу покласть. Кладбище, когда кладут туда покойников, понятно. А ложит на ложе. Да? Вот. Ложит, ложит на ложе. Поэтому я все-таки думаю, что дети, они осуществляют, одухотворенные существа, да? Ну, вот, видимо, русских детей людей не считают, поэтому ей говорят «класть». А украинцев ложить, да, Лишко? Ну, не знаю. Я не говорю о том, что русские плохие, украинцы хорошие. Я говорю о менталитете народа, да? О понимании. Так вот, слово «равац» – лежит грех, употребляется по отношению к животному, но не к человеку. То есть, в данном случае, грех – это лежащее животное. Грех – это лежащее животное, которое лежит у двери. И что, лежит у двери? Стоит у двери, да? А грех лежит у двери. То есть, это лежащее животное. Это неизменное начало человека, животное состояние. Поэтому не скажем, что грех стоит у дверей. Он лежит. И дальше скажем, влечет себя. Себе, но ты господствуй над ним. Да? Грех, он не имеет власти, но он влечет. Влечет. Человек, который не имеет силы противостоять сверховной природы, он на этот зов откликается. Человек, который имеет силу противостоять, то должен противостать. Значит, хорошо, он влечет себя себе, но ты господствуй над ним. И говорит, господствуй над ним. Значит, ты можешь овладеть, ты можешь победить. Это описывается внутренняя духовная борьба. И если Бог так говорит, то мог уйти Каин победителями с этого положения? Я думаю, что мог бы, да? Но если бы его сердце было расположено к Богу. Хорошо. Продолжение следует...